Гнев, депрессия, тревога, стресс, скорбь, психотрупы, истеричное поведение, бессмысленные и беспощадные отношения. Или, как кто-то однажды сказал, да это же просто типичный вторник. На самом деле, многое из того, что мы привыкли называть психическими расстройствами, это результат сбоев химических процессов в нашем мозге. Сбоев, которые возникают из-за разного рода стрессовых ситуаций и травмирующих событий, которые мы переживаем. Во всем, что касается нашей реакции на происходящее, мы привыкли винить наши бедные гены. Однако последние исследования показывают, что лишь от 2-5% диагнозов связаны с одним единственным дефектным геном. Таким образом, причиной проблем, вероятнее всего, является то, что нас окружает, и то, как мы взаимодействуем с миром. Все это гнев, депрессия и прочее, не более чем адаптационные стратегии. Если вы не верите тому, что я уже сказала, то, надеюсь, хоть в это вы поверите, ваши переживания совершенно нормальны. Люди запрограммированы на защиту и выживание, и это именно то, чем занимается наш мозг, когда он не в адеквате. Наше поведение – это реакция на всю ту жесть, с которой нам приходится сталкиваться изо дня в день. Наши мозги реагируют не только на серьезные и значительные события, травмирующие нас и меняющие нашу жизнь, но и на токсичность в повседневном общении, на то, как люди давят на наши болевые точки, как нарушают наши личные границы и как они совершенно не считаются с нашей потребностью в безопасности. Гремучая смесь всех этих компонентов в итоге порождает порочный круг. Мы растеряны и неадекватны, потому что мы растеряны и неадекватны. Мы чувствуем себя слабыми или сломленными, будто внутри что-то надорвалось. И это состояние, из-за которого мы чувствуем себя самыми беспомощными в мире. А коль скоро нечто в нас надорвалось, значит уже ничего не исправить. Так зачем тогда барахтаться и пытаться это преодолеть? Но что, если все-таки постараться понять, откуда берутся все эти мысли и состояния? Понять, как та дрянь, которая заполонила, там оказалась? Что, если разобраться в этом окажется не так-то сложно? А значит, все еще можно исправить. Это важно, черт возьми! Ведь у нас гораздо больше шансов прийти в себя, если мы знаем, почему у нас возникла определенная проблема, а не просто разбираемся в симптомах. Если мы пытаемся избавиться, скажем, от стресса, тревоги или депрессии, не углубляясь в причины, то мы не делаем все возможное, чтобы на самом деле добиться улучшений. Вот, например, если у вас возникла сыпь, понимаю, грубоватая аналогия, то вы можете вылечить ее. Однако без понимания того, на что ваш организм так отреагировал, вы, вероятнее всего, столкнетесь с данной проблемой вновь. То же самое с мозгом. Если вы разберетесь в том, почему вы поступаете так, а не иначе, то дело пойдет значительно легче. И не нужно здесь все усложнять. Чем проще, тем лучше. Я психотерапевт, лицензированный консультант в области сексологии, коучинга и диетологии, а также председатель попечительского совета психиатров. И веду занятия по всему штату. И я знаю толк в травмах и работаю с ними в комплексе со всеми их причинами и последствиями на основе подобного опыта. Из этого вытекают два пункта. Первое. Меня активно избегают на разного рода вечеринках. Второе. Мои клиенты приходят в норму быстрее и эффективнее, чем клиенты моих коллег, которые подобный метод не практикуют. Здесь я не пою себе дифирамбы. Дело в том, что мои клиенты сами делают всю грязную работу. Я же просто тренер. Я, так сказать, поднимаю плакат с надписью «Беги, Форест» в нужной и правильной конечной точке пути. Я работаю в психиатрии уже достаточно долго, чтобы у вас был повод назвать меня старой. Однако я должна сказать, что мое нынешнее понимание психотравмы как явления достаточно новое. Несколько лет назад я работала над программой, которая позволила запустить первые в городе группы по работе с психическими травмами. В результате я увидела, что проработка проблем через их историю, а не через ярлыки, которые мы на них вешаем, депрессия, тревога, зависимость и тому подобное, действительно помогает людям преодолеть проблему. Параллельно я практиковала еще несколько методик проработки травм и помогала нескольким организациям внедрять в их работу подход травматической осведомленности. В настоящее время я веду частную практику и сосредоточилась на проблемах взаимоотношений и близости. И как вы думаете, что имеет определяющее значение? История травм. Ее уродливая голова торчит повсюду. И я обнаружила, что когда я объясняю своим клиентам все, что с ними происходит простым человеческим языком, они говорят «Черт возьми, это правда». Эта книга возникла благодаря тому, что никому другому не довелось собрать все это вместе в таком простом и практичном виде. И я действительно вижу то, как понимание сути этой чертовщины помогает людям осознать, что с ними происходит, и начать жить лучше. Мне как психотерапевту не следовало бы этого говорить, но я считаю, что не всем пациентам нужна терапия. Я надеюсь, что всякий человек пытается посильно улучшить свою жизнь. Однако каждый из нас должен найти для себя тот путь, который позволит обрести желаемое. Кто-то медитирует, кто-то занимается спортом, у кого-то есть коуч, кто-то посещает психотерапевта. У кого-то нечто совершенно иное, и это все по-своему хорошо, потому что каждый делает себя сам. И вне зависимости от того, к чему это приведет, я убеждена, что дело пойдет быстрее и легче, если вы разберетесь в причинах. Ведь наша конечная цель – изменить положение вещей к лучшему, каким бы оно ни было. Субтитры создавал DimaTorzok